Как мы выяснили, NFS в основном используется в линуксовой среде и не очень годится для совместной работы пользователей с файлами. В компаниях большинство пользователей используют Windows, где права устроены иначе, и в таком окружении почти всегда используется протокол SMB , который годится не только для работы с файлами, но и с принтерами. Вместо того, чтобы устанавливать на всех компьютерах драйвера от принтеров, достаточно это сделать на одном сервере. Компьютеры будут посылать запросы на этот сервер, а сервер будет печатать на принтерах. SMB также называют SIVS . Зачастую файловую шару с SMB поднимают на Windows серверах, но и на линуксах она не редкость. Как и в случае с NFS, файловые шары это просто директории, доступные по сети. Но права здесь работают абсолютно иначе. SMB – это лишь протокол, а для его работы нужна программа. На линуксах она называется Samba. Давайте для начала поднимем файловый сервер на Rhele. После установки включим и запустим сервис, который называется SMB, а на Firewall добавим сервис Samba. Обратите внимание, почти то же самое мы делали для NFS. На самом деле это стандартные действия. Каждый раз, когда вы устанавливаете какую-то программу сервер, вам нужно добавить ее в автозапуск, прописать на Firewall и запустить. На других дистрибутивах зачастую сервис автоматом запускается и добавляется в автозапуск, а Firewall не установлен по умолчанию. Но делать это вручную все-таки лучше. Это помогает запомнить и немного учит дисциплине. Основные настройки лежат в директории ETC Samba в файле SMB.conf. В отличии от NFS, здесь настроек много, но все это знать наизусть не нужно. Основные параметры мы разберем сегодня, а некоторые вещи оставим на потом. В соседнем файле SMB.conf.example есть объяснение всех параметров, которые указаны в основном файле. Ну и в мане по SMB.conf можно найти более детальную информацию. Стоит упомянуть, что Samba можно тесно связать с виндовой сетью, привязав ее к домену или даже сделать из нее контроллер домена. Грубо говоря, в компаниях все компьютеры объединяют в одну сеть, называемую доменом. В этой сети есть специальные сервера, называемые контроллер домена, которые могут централизованно управлять всеми компьютерами компании, хранить учетки пользователей, настраивать компьютеры, выдавать доступы и так далее и тому подобное. И немало настроек Samba связано с этим функционалом, который нам сейчас не нужен. Поэтому мы пропустим некоторые параметры. Сейчас Samba интересует нас только как файловый сервер. Перейдем в SMB.conf. Файл состоит из секций и параметров. Секции указаны в квадратных скобках. В секции Global указаны параметры, относящиеся к самой Samba, а также дефолтные параметры для всех остальных секций. К примеру, параметр Security можно указывать только в Global. Остальные секции считаются шарами, то есть там указываются конкретные ресурсы, которыми делятся директории и принтеры. Скажем, если в секции Global указать параметр Read Only, он будет по умолчанию во всех секциях, если конечно в них не указано другое значение. Кстати, файл – регистр независимый, то есть можно писать и большими буквами, и маленькими. Пройдемся по параметрам секции Global. Workgroup – это рабочая группа. Упрощенный вариант домена, когда нет централизованного управления, но компьютеры должны друг с другом делиться файлами, принтерами и тому подобное. Не то, чтобы компьютеры без этого не общаются, но те, кто входят в одну группу, могут находить друг друга в одной сети, видеть, кто чем делится и все такое. Но workgroup нацелены на домашнее использование или компания, где меньше 20 компьютеров, и сейчас они практически не используются. Но чтобы это полноценно работало, надо еще включить сервис NMB. Security. В зависимости от того, является ли Samba самостоятельным файловым сервером, или частью домена, или работает с керверосом, пользователи по-разному подтвердают доступ. Если это самостоятельный сервер, значение будет User. PathDB – Backend. Указывает на механизм хранения аккаунтов. В зависимости от значения, используется файл или LDAP сервер. Дальше пара параметров, относящиеся к печати. Мы это сегодня разбирать не будем, поэтому я просто сотру эти строки. Дальше идут две специальные секции. Homes и Printers. Все, что касается принтеров, сотрем. Оставим только секции Global и Homes. Как можно догадаться, здесь указаны домашние директории пользователей. То есть те, кто будет заходить на Samba сервер, будут видеть свои домашние директории. Comment. Это просто комментарий к шаре. Виден для клиентов. Valet Users – пользователи, которым разрешено подключаться к этой шаре. Здесь можно указывать пользователей и группы. Если этого параметра нет, то любой пользователь сможет подключаться. Homes – это особая секция. Когда кто-то подключается к файловому серверу, вся эта секция Homes копируется для него, но уже с его логином. Это происходит в памяти, а не в этом файле. Условно, если подключился User1, то появляется секция User1 со всеми параметрами секции Homes. И здесь %s – это переменная, указывающая на название секции. То есть, для User1, Valet Users будет User1. Соответственно, у него будет разрешение зайти в эту шару. %d, %w, %s также указывают на юзера, но с учетом его воркгруппы. В браузабл SMB позволяет увидеть список доступных шар, как это показывал ShowMounts для NFS. Если стоит No, то при подключении нужно прописывать имя шара. Если стоит Yes, то можно просто увидеть шару в списке доступных. Но, как я говорил, Homes – это особая шара. Хотя здесь стоит Нет, то есть все домашние директории не видны. Но, когда кто-то логинится, лично для него значение меняется на Yes. И он видит только свою домашнюю директорию. ReadOnly – доступна ли шара только для чтения? Кстати, у ReadOnly есть антоним – writable. То есть, можно написать либо ReadOnly, No, либо WritableYes. Разницы никакой. Inherit ACLs – наследовать ли дефолтные ACL-ы от директорий? В теме о правах мы говорили, что стандартных Unix-овых прав не всегда хватает. Особенно это заметно на файловых серверах, где множество пользователей и групп. ACL-ы решают эту проблему. Мы можем выдать с помощью команды setfacl права для других пользователей и групп. Давайте для примера создадим директорию testdir. И дадим пользователю centosuser readwrite права на эту директорию с помощью setfacl. Посмотрим, getfacl. Как видно, права сработали. Но что, если создать файл в этой директории? Будет ли он иметь такие же права? Унаследует ли он ACL-а? Как видите, нет. И это очень неудобно. Вы создали директорию, дали нескольким пользователям доступ к ней. И когда пользователи будут создавать свои файлы внутри, у новых файлов права будут стандартные. И придется вечно подправлять права на новые файлы. Поэтому на директории можно повесить ACL-ы как дефодные, с ключом d. Это не повлияет на существующие файлы, но все новые файлы будут иметь такие же ACL-ы, как и директория. Так вот, inhaled ACLs как раз об этом. Будут ли наследоваться права директории на новые файлы? Давайте создадим свою шару. Назовем ее share и пропишем какой-нибудь комментарий. Нужно указать путь к директории, которая будет раздаваться. Пусть это будет дата. Для этого есть параметр path. И пусть она будет видимо. Browzable – yes. Пропишем два списка. ReadList и WriteList. Соответственно, кому можно только смотреть и кому можно изменять содержимое. WriteList от ValidUsers отличается тем, что дает права на изменения, даже если сама шара read-only. Перед группой ставится собачка. То есть это просто локальные пользователи и группы. Сохраним и выйдем. Чтобы проверить синтаксис, мало ли где-то мы опечатались. Есть утилита test.parm. Хотя указывать на дефолтный конфиг не обязательно, но полезно знать, чтобы проверять файлы с другим именем или директорией. Как видите, все окей. И после нажатия Enter мы видим наши шары. После чего не забудем перезапустить сервис. Еще один важный пункт. Хотя сейчас используются системные пользователи, но пароли для Samba надо создавать отдельно с помощью команды smbpassvd. При первом добавлении пароля надо указывать ключ A, а для смены этот ключ не нужен. Системный пароль и пароль от Samba могут отличаться, но у пользователя должен быть системный пароль. Хотя в качестве шелла у него может быть налогин. Теперь пойдем на Cintos и попробуем посмотреть список доступных шар. Для этого нужен Samba-клиент. Итак, используем Samba-клиент с ключом dfysl, чтобы посмотреть список доступных шар на шеле. Сервер у нас запросит пароль, но мы можем это проигнорировать и просто нажать Enter. Тогда мы увидим те шары, на которых Browzable равно Yes. Сейчас мы видим Share, который мы создали, User, потому что соответствует нашему пользователю, и IPC. IPC это не файловая шара, а функционал SMB, который используется для сетевого обнаружения и подключения. То есть его просто игнорируем. Теперь попробуем еще раз посмотреть список доступных шар, но уже используя пользователя Arhell User. Для этого используем ключ U, User. Как видите, теперь видим домашнюю директорию пользователя Arhell User. Теоретически, там может быть еще множество директорий, для которых параметр Browzable имеет значение No. Но при монтировании мы можем их указать и получить доступ. SMB-клиент чем-то напоминает SFTP, и может подключаться к командной строке, в которой доступны определенные команды для работы с файлами. Обратите внимание, как указывается путь к шаре. Два слэша, адрес сервера, затем один слэш и адрес шары. То есть с этой стороны мы не знаем, где именно на сервере находится директория. Здесь после адреса сервера мы указываем название секции в SMB.conf, ну или своего пользователя. Для того, чтобы примонтировать шару, нужен пакет SIFS-Utils. После установки попробуем примонтировать. Обратите внимание, что при монтировании нужно указывать опцию UserName, чтобы монтировалась от имени определенного пользователя на сервере, для которого мы делали SMB-пасс-вд. На этот раз монтирование не сработало, мол отказано в правах. Тут дело в C-Linux, и в SMB.conf.example об этом говорится. На сервере надо вешать на директорию определенный контекст, чтобы сам бы мог раздавать эту директорию. Давайте убедимся, что дело в C-Linux. Просто временно переведем его в Permissive режим. Как видите, теперь все примонтировалось. Поначалу вы можете сталкиваться с ситуациями, когда вы все правильно настроили, но ничего не работает. Какие-то ошибки прав. В такие моменты вы можете попробовать сделать SetEnforce 0, и проверить, не в C-Linux или дело. Окей, предположим, мы поняли, что дело в C-Linux. Как это исправить? Давайте сперва заново включим C-Linux. Легче всего подсмотреть в конфиге. Итак, мы знаем, что надо подправить контекст для директории. Надо просто найти нужный тег. Контекст с тегом заканчивается на нижнее подчеркивание T, и как-то связан с Samba. Если поискать грэпом в конфиг файле, можно найти нужный. Конечно, это срабатывает не всегда, но вот сейчас сработало. Не факт, что это тот самый тег, но если зайти в файл и прочесть, можно в этом убедиться. Правда, мы помним, что чкон не лучший вариант, так как он может сброситься, поэтому возьмем контекст и воспользуемся командой cmanage. Ну и когда речь идет о директориях, не забываем прописать к ним специальное выражение. Это всегда можно подглядеть в man cmanage fcontext. После изменений пробуем премонтировать. Теперь все работает. Поговорим о правах. Если в NFS работают Unix-овые права, то в SMB права как бы раздваиваются на локальные и серверные. Я премонтировал шару от имени серверного пользователя real-user, а значит с точки зрения сервера все мои действия с файлами будут происходить от имени этого пользователя. При этом на локальной машине действуют локальные права. Я премонтировал в mnt от root, значит только он сможет изменять файлы. Звучит сложно, но пара примеров все объяснит. Для начала проверим права файлов в mnt, ну и права самой директории. Обратите внимание, что все, что здесь есть, принадлежит пользователю root. Остальные пользователи могут просматривать. Если же посмотреть, как обстоят дела на сервере, можно заметить, что у каких-то файлов владелец root, а у каких-то user или real-user. И даже сами права отличаются. На centos у файлов есть execute права, то есть права 755, а на rhal нет, там 644. Видите, что у пользователя root есть право изменять файл 2. Давайте попробуем это сделать. Но у нас ошибка прав, ничего не изменилось. Почему? Потому что у пользователя rhal-user на сервере нет прав изменять этот файл. То есть, какой бы пользователь не был со стороны клиента, какие бы права у него не были локально, права на сервере важнее. Теперь о правах со стороны клиента. У пользователя rhal-user есть права на директорию mnt rhal-user, но со стороны клиента права есть только у root. Если я попытаюсь что-то сделать от имени обычного пользователя, ничего не получится. Мне откажет в правах клиентская система. А вот root уже может работать с этой директорией. То есть, сначала проверяются локальные права на стороне клиента. Если нет, то отказывается в правах. Если же у локального пользователя с правами все окей, на сервере проверяются права того, чьим именем примонтировали шару, то есть пользователя rhal-user. А давайте попробуем на клиенте выдать права. Скажем, поменять владельца или выставить максимальные права. Команды вроде бы срабатывают, но в результате ничего не меняется. Со стороны клиента нельзя менять права стандартными утилитами. Не получится чемодом или чемном поменять что-то локальном или удаленно. Права в SMB больше рассчитаны на виндовые, поэтому всякие юида и гиды не работают так, как мы привыкли. Но это не значит, что может работать только root. То, что касается прав на стороне клиента, настраивается в опциях монтирования. Давайте их посмотрим. Во-первых, обратите внимание на опцию NoUnix. Старой версии протокола SMB версии 1 можно задать, чтобы цеплялись юниксовые права между сервером и клиентом, как это сделано в NFS. Опция NoUnix отключает использование этого. Но и в современных версиях протокола это все равно не будет работать. Кстати, сейчас в основном используется SMB версии 3.1, хотя где-то используются и более старые версии. Во-вторых, взгляните на опции FileMod и DiverMod, где указаны права 7.5.5. Помните, у файлов в MNT были права 7.5.5? То есть, какие будут права локальным, выдаются именно этими параметрами при ремонтировании. Допустим, можно указать при ремонтировании, чтобы FileMod был 7.7.7. И тогда на стороне клиента любой пользователь сможет работать со всеми файлами на шаре, потому что в MNT будет rvx, rvx, rvx. Конечно, не стоит забывать, что и на сервере есть проверка прав, от чего имени премонтирована шара. Ну и в-третьих, на что особенно стоит обратить внимание, так это на опции uid и git, которые равны нулю. Они как раз указывают, от какого локального пользователя нужно цеплять эту шару. То есть, то, что на локальной системе у всех файлов FOMNT владелец и группа root, благодаря этим опциям. И да, мы можем поставить другие значения. Давайте это и сделаем. Для начала отмонтируем шару. Затем попробуем премонтировать с новыми опциями. Давайте прочтем, что мы написали. UserName – пользователь на сервере, кем мы логинемся, и чьи файлы нам нужны. uid и git 1000 – это наш локальный пользователь и группа на CentOS. У кого будут права на премонтированные файлы и директории? FileMod и DirMod – с какими правами будут эти премонтированные файлы и директории. Теперь проверим. Итак, теперь файлы в MNT принадлежат пользователю User, и он сможет с ними работать без судоправ. Но в MNT мы по-прежнему не можем создавать файлы. Опять же, потому что у пользователя RhealUser на сервере нет никаких прав в директории Data. Зато в директории MNT RhealUser мы можем спокойно создать файл нашим пользователям. И в целом все, что можно пользователю RhealUser. Но, конечно же, сам пользователь User без root-прав не смог бы примонтировать директорию. Нам стоит добавить эту запись в FSTAB, чтобы монтировалась автоматом при включении. Но тут есть нюанс. В NFS пароль нам не нужен был. А с SMBeta нужно указывать пароль при монтировании от пользователя RhealUser. Да, конечно, мы можем прописать пароль в опциях монтирования, в FSTAB. Просто опцией Password. Но ведь FSTAB доступен для чтения всем пользователям. Нехорошо светить паролем. Поэтому надо кое-что подготовить. Для начала создадим файл, где будут храниться логин и пароль пользователя RhealUser. Тут зависит от того, должен ли юзер на локальной системе знать пароль. Или нет. Если знает, то можем создать в его домашней директории. Как раз она доступна для чтения им и рутом. Если же пользователь не должен знать пароль, то можно где-нибудь в системе, скажем в ETC, создать файл, доступный для чтения только рутом. Для примера я создам файл в домашней директории самого пользователя и пропишу в нем логин и пароль. И здесь мы пишем username равно RhealUser и на следующей строчке password равно и указываем пароль. С эхо заполнять файл не стоит, так как это может остаться в истории. Но и заодно создадим точку монтирования. Теперь идем в FSTAB и прописываем строчку. Итак, в качестве типа файловой системы указываем SIFS. Вместо username и password указываем опцию credentials, в которой указываем полный путь к файлу с логином и паролем. Также добавим в опцию uid и git, чтобы монтировалось от имени юзера, а не рута. FileMod и dirMod не обязательно добавлять, все равно в эту директорию никто кроме юзера не сможет зайти, из-за прав на его домашнюю директорию. Но и указываем nofail, чтобы проблемы в сети не приводили к проблемам с запуском системы. Теперь отмонтируем и убедимся, что мы нигде не ошиблись. Я вижу файлы в documents и вижу, что шара примонтировалась куда нужно. Значит, все работает. Ну и напоследок стоит показать, как монтировать эту шару на Windows. Тут уже вместо прямых слэшей используют обратные. Нужно открыть проводник и в поле адреса указать IP адрес сервера. Можно и по имени, но я это не настраивал. Плюс можно указать полный адрес шары, а можно указать только адрес сервера. И тогда мы после логина увидим все доступные сервисы. Ну а чтобы шара была всегда видна в окне мой компьютер, нажимаем сверху компьютер, map network drive и указываем адрес шара. Так как логин пользователя Windows отличается от real user, ставим галочку использовать другой логин. После чего вводим логин и пароль. Теперь все работает. Давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали протокол SMB и в частности программу Samba. Это может показаться сложной темой. Здесь относительно большой функционал и много опций, особенно сравнивая с предыдущими нашими темами. Не говоря уже о том, что мы многое оставили на потом. Плюс различия с точки зрения прав могут запутывать. Но вам не нужно знать все эти опции наизусть. Всегда есть маны и интернет под рукой. Попрактикуйтесь пару раз и все станет понятнее.